Итак, понятно, что есть четыре канонических Ивана. История формирования канона теряется в веках, но так или иначе сложилось, что обычный верующий человек читает Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Ивана. Читает их уже через очки учения, часто в отрыве от исторического контекста, и каждый стих уже настолько прокомментирован, подинтерпретирован и положен на конкретную полочку. Очень трудно перечитывать Евангелие как новую книгу. В этом отношении Евангелие от Фомы, оно необычно тем, что его долго не было нам в виду, его нашли только в начале 20-го века греческую часть, чем копские тексты нашли, а копты были запасными товарищами, все на свой язык переводили и подшивали к делу. И вот так у нас нашло Евангелие от Фомы. Еще одна интересная деталь, потому что у четырех Евангелий, как мы знаем, есть содержание. У Евангелия от Фомы содержания нет, это слова учения. Чисто вот, я бы сказал, такой еврейский подход, что говорил, ну, как Фома претендует считать, заявлять, что говорил Иешуа. И вот, я думаю, можно начать именно с этого, да, с самого начала, да. Я не буду читать копский текст, я воспользуюсь общепринятым переводом, я могу читать копский текст, но я не буду этого делать. Вот. А можно еще пару слов про копский язык, что это такое, почему переводить нужно, почему христиане тамошние не говорили на арамейском, или на... Это были потомки, в общем-то, египтян. Они и поныне есть копты, они и поныне есть, они и поныне существуют. Небольшая копская церковь, конечно, забитая, запинанная арабами, но в свое время они были очень распространены в регионе, и они были книжниками христианскими того времени, не впадающими, скажем, в межконфессиональные войны. Уходя от консерваивания, то есть книга, мы ее подошвем из книжка, мы ее поставим в библиотеку. И, то есть, таким образом, у них был, собрался огромный архив литературы, и канон у них самый широкий, у коптов, еще у эфиоповской, у эфиопской церкви. Они, в общем, бережно относились к книгам, и не разбрасывались просто так литературой. Язык у них был, как бы это развитие древнеегипетского языка, как считают, писали они письменностью, похожей на греческую. И так получилось, что куча литературы, именно христианской, дошла до нас, именно вот в каких-то нычках, вот Ивана Грифомы нашли где-то в пещере, на местах старых монастырей. И это, ну, так скажем, христианская версия кумранских рукописей. То есть что-то, что до нас дошло просто потому, что сохранилось, что не смогли уничтожить, и вот оно вот так вот к нам пришло. Сейчас читаем не искать того, что вот это вот Слово Божие, Слово Христа, достаточно понимать, что это что-то, что было расхожее в начале II века среди христиан, что-то, во что они веровали, что у них в головах и в умах крутилось. Хотя с огромной вероятностью, именно сами исследователи, ученые, специалисты, они говорят, что это оригинальные слова Иешуа в переводе. Итак, с самого начала, это тайные слова, тайные слова, которые сказал Иешуа живой, и которые записал Дидимас, Иуда, Фома. Дидимас по-гречески это близнец, Фома, Тума, на иврите и на ирамейском тоже близнец. То есть Дидимас, Иуда, Фома, Иуда, близнец. Фома это один из апостолов, он упоминается в Евангелиях, Фома прозываемый близнец, тот самый Фома неверующий, да, неверующий, Фома. Тайные слова. Тайные слова можно понимать двояко. С одной стороны, тайные слова, это слова, которые говорятся тайно, то есть между собой чьи. С другой стороны, слова, которые содержат в себе тайну. Когда даже если человек сторонний услышит, он их не поймет. Слова, в которые надо вникать. Причем тайна не потому, что ее прячет кто-то, потому что она прячется. Когда Яков благословляет своих сыновей, он говорит про Шимона и Леви в 49.6. «В совет их да не войдет душа моя». То есть там он использует слово «сады» – тайна. То есть в тайну их да не войдет душа моя. Совет или тайна – это перешептывание, интимное общение. То есть какое-то общение на очень тонком, очень интимном, очень близком уровне. Вот что тут можно понимать, как тайные слова. Слова, которые говорились или предназначались для понимания в очень-очень близком общении. И фраза «Ешуа живой» – можно сказать так, да, понимание такое, что когда был живой при жизни, и Фома записал, то есть чему он был свидетелем. То есть вот то, что я видел, «Ешуа непосредственно от него записал». И он сказал, он сказал, это Дидимус Фома сказал, «Тот, кто обретает истолкование этих слов, не вкусит смерти». Если, например, Иоанн говорит, «Я написал вам, чтобы вы верили, чтобы имели жизнь вечную», то Дидимус Фома говорит, эти слова, это собрание цитат из «Ешуа», для того, чтобы тот, кто не прочитает их, не узнает их, а тот, кто обретает истолкование этих слов, не вкусит смерти. Вкусит смерть. На иврите это выражение означает «литом таам мета». Таам – вкус или смысл, мета – смерть. То есть осознать себя смертным в очень широком смысле слова. И практически то, что говорит здесь Уда Фома, что тот, кто постигнет значение этих слов, тот становится живым, вечным уже в земной жизни. То есть вечность в Иоанн Георгии Фомы – это не то, что после смерти, это то, что здесь и сейчас. «Ешуа» как обладатель опыта, учитель, который смог стать живым, он и нас научит живыми быть. Но вот с тем, что не вкусит смерть, это про физическую смерть или это про духовную смерть не вкусить? Я думаю, про духовную смерть. Про ощущение смертности. Не про физическую смерть, а именно про ощущение смертности. То есть можно, как говорится, праведники и в смерти называются живыми, а злодеи и при жизни называются мертвыми. И праведники не вкушают мета. Но это, в общем-то, такая очень распространенная идея в иудаизме того времени. То есть стать вечным так, чтобы со смертью не потерять ничего нужного тебе. То есть не попробовать вкус смерти. И можно сказать так, тот, кто поймет, если взять иврит, пытаться реконструировать, тот, кто вкусит смысл там, смысл там этих слов, тот не вкусит вкус смерти. То есть или это, или это. Дальше читаем, да? Начинаем, собственно, текст, да? Да, да, конечно. И что я сказал? Пусть тот, кто ищет, не перестает искать до тех пор, пока не дойдет. Ищет что? Ищет истолкование, ищет смысл этих слов. Ищет смысл, ищет смысл, до тех пор, пока не найдет. Когда он найдет, он будет... Вот здесь как бы греческие слова такие, они... он почувствует себя удрученным. Это про потрясен ты сейчас говоришь, да? Да, про потрясен. Будет потрясен... Будет потрясен... Там используется слово мезуаза в значении... в ужасе потрясен... содрогнется от того, что он увидит. Ужаснется. Ужаснется. И когда он будет... Когда он ужаснется, он будет удивлен. Здесь ицполе. Вот если за азуа это... именно потрясение, вот как человек трясет, то содрогается, дрожит, то ицполе удивлен, это от слова чудо. Он учудит. Или чудо, диво с ним случится, да? То есть... И на вот этом потрясении случится чудо. И он будет царствовать, вот здесь, в тексте, который передо мной, написан над всем. Я проверил, и греческий, и хобский. Нету там над всем. И он будет царствовать. В хобском языке добавлено, и он войдет в покой. Интересно как. Вот. То есть... То есть... То есть смысл какой? Человек, который ищет... Смысл слов. Он пытается что-то понять. Какие-то слова. Ищет, 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 ищет. И он приходит в такое состояние, которому говорит... Ты... Там троеточат. И вот... И как бы... Он обнаруживает себя пустым сосудом. Когда он обнаруживает себя пустым сосудом, в этот сосуд изливается свет. То есть... Человек приобретает, человек трудится, но... Но то, к чему он приходит, это озарение. То есть он как бы доходит куда-то, и вдруг неожиданно свет выходит навстречу ему, и он получает не завершение какой-то логической цепочки. То есть его поиск, это не собрание. Получается, что целое больше частей. То есть когда все части собрались вместе, включился свет, и... И человек, вот этот свет получивший, он будет царствовать. Значит, что значит, будет царствовать? В принципе, над кем царствовать? Зачем нам столько царей? Если мы почитаем, да, кто герой, кто царствует над собой, да, в Мишлей 1632, долготерпеливый, лучше богатыря, и владеющий собой, и царствующий над собой, лучше завоевателя города. То есть человек, который постигнет смысл этих слов, получит откровение, которое даст ему возможность управлять собою. Спасение у, вот в этом, Ивана и у Фомы, это все дело внутреннее. Все события здесь происходят внутри у человека. Из тех, которые ведут вас, говоря вам, смотрите, царствие в небе, тогда птица небесная передет вас. Если они говорят вам, что оно в море, тогда рыбы опередят вас. Но царствие внутри вас и вне вас. Интересно, да? Если посмотреть так, можно сказать, что есть люди, и в христианстве это есть, которые говорят, ну вот царство, оно же небесное, так мы говорим, и поэтому это значит, что оно в небе. Другие будут говорить, это же времена, если я не помню, первый-второй век, вот оно в море. Море, это как бы что по описанию, да? Народы. То есть, можно взять греческую мудрость. У греков очень много чего, да? Когда мы говорим кино, театр, литература, математика, мы говорим греческие слова. Логика, мистика, этика, эстетика. Это все греческие слова. И можно сказать, можно искать ответы где-то за морем. То есть, можно обыскать весь свет, по крупицам собирать мудрость, учиться у аксакалов, дервишей и старцев. Это будет путь за море. Очень похоже на то, что вдворим, по-моему, сказано про Тору. Да, что никто не должен ее принести, да. Но царствие внутри вас и вне вас. Вот дальше смотри, что он говорит. Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны. И вы узнаете, что вы дети отца живого. Если вы не познаете себя, тогда вы в бедности, и вы бедность. Интересно, да? Познайте себя. Есть слово познание, оно в иврите имеет интимный смысл. Адам познал свою жену. Когда ты соединяешься со своим предназначением, с тем, что ты есть, когда ты понимаешь, что в тебе излит свет отца живого. И ты получаешь, ну, то самое откровение, о котором мы сначала говорим, но это не общее для всех откровение. То есть, это не какой-то стих или мантра, которую тебе раскрывают. А ты получаешь доступ к своему собственному внутреннему свету, понимая, что ты сын отца живого. Вот тут ты говорил про слово живой, да, в самом начале. Ты сын отца живого, и ты сам живой, потому что ты сын отца живого. И ты постоянно имеешь вот эту связь с отцом, у тебя постоянно изливается его свет. То есть, это откровение, которое ты обретешь через поиск слов, через поиск толкования. Оно дает тебе возможность ощутить себя с сыном отца, соединиться с отцом. То есть, познавая себя, ты соединяешься с частью отца, которая в тебе. А в чем здесь отличие от психологии, которая тоже говорит, что важно изучать себя, познавать себя? Может быть, в том, что психология, она говорит о себе в горизонтальном плане, а это в вертикальном плане. То есть, знай, для чего ты, не только какой ты, но и для чего ты. То есть, через психологию ты можешь себя принять, можешь с собой подружиться, но ты не узнаешь, что ты сын отца живого. То есть, здесь познание себя раскрывает твой первоисточник, раскрывает корень тебя, кто ты такой есть на самом деле. Не какой ты, а больше кто ты. И мне кажется, что это немного другое. А если ты не познаешь себя, то ты бы долю, ты бедность. То есть, если у тебя нету этого света, внутреннего света, то какие бы знания ты не имел у себя, знания, это все бедность, потому что свет, это свет, это то, что дает жизнь. Я бы так это сказал. Вот это познание, что ты сын отца живого, оно как бы, ну, во всяком случае, пока вот промежуточная такая цель. С этим еще дальше что-то надо делать, этим надо хранить, и как-то этим надо пользоваться, но это очень важное осознание, что ты, что у тебя есть отчество и отечество, и ты сын отца живого. Отец живой, разве это не прямая отсылка на священное имя? Да, здесь да. То есть, тот, кто отец всего. Да, но еще же, тоже сын, да, то есть, вот именно сын, это тот, кто осознает, отец мой делает, и я делаю, да, вот у него же это осознание, еще лейтмотив, у него жизнь. И здесь, как бы, если вы поймете эти слова, тогда вы будете помнить постоянно, что вы, не помните, вы узнаете, то есть, это станет частью вас, что вы дети отца живого. Дальше, четвертый, да, еще я сказал, старый человек в его дни не замедлит спросить малого ребенка семи дней о месте жизни, и он будет жить, ибо много первых будут последними, и они станут одни. Интересная мысль, да? Да, тут вообще ничего не понятно, мне так было. Вот, смотри, есть старый человек, ребенок. Старый человек, это тот, который приготовился к старости, тот, который приготовился к смерти. Старик, да, тот, который скоро умрет. Ребенок семи дней, ребенок семи дней, это ребенок, вошедший в седьмой день. Это рожденный, возрожденный, может быть, человек, малый ребенок, который находится в седьмом дне, в дне покоя, он уже вошел в покой. То есть он кажется ребенком, он еще, он как бы маленький, но он маленький в другом мире. И поэтому старый человек, старый человек это в пятницу. Ну, то есть до вхождения в покой. А ребенок имени семи дней, это ребенок, вошедший в покой. Это новорожденное дитя в духовном смысле, который принадлежит миру покоя. И если он спросит его о месте жизни, то он будет жить. То есть опять-таки к кому обращаться? Иисус, он какой? Живой. Его слова. То есть старый будет говорить с теми, кто не просто живой, а кто малый ребенок в жизни вечной. То есть в мире, который весь шаббат, ну, это все еврейская традиция, которая связанная субботой. И он будет спрашивать, как сказать, место жизни это же, где я выживу, как мне выжить. То есть даже старого человека можно исцелить малым ребенком семи дней. Так это про одного человека или это... Это про двух человек. Здесь два героя. Один старик. Но может быть это и внутри одного человека происходит, да? Но, в общем-то, героя два. То есть старик это обычный человек, который стареет, да? Стареет. Он опытный, тертый калач. Он обладает кучей житейского опыта. Он там... А, старый? У него, ну, как бы старый человек, это Закен. Это Закен, он седовласый, он обладает мудростью житейской, мирской. А он обратится к... Мало-мало, еще тоже про это говорит, да? Что младший, меньше в Царстве Небесном, больше его, да? То есть, вот, ну, об этом противопоставлении еще тоже говорит. То есть, понимаешь, да? То есть, можно войти в покой, но при этом быть неопытным в мире. Да, да. Вопрос всегда о преимуществах вот возникает практически, потому что многие начинали вот с огненной жизни такой, с Богом посвященной, и потом, как бы, приходили к тому, что надо все-таки жить материальным миром. А мы дойдем к этому. Об этом дальше будет разговор. Дальше будет? Об этом дальше разговор, да. Вот. И дальше Ишо говорит, познай то или того или кого, познай стоящее перед лицом твоим и сокрытое от тебя откроется тебе. Ибо нет ничего тайного, что не будет явным. То есть, здесь, как выучи свои уроки, тебе дадут новые задания. То есть, вот в этом своем, то есть, расти. Как только ты расширишься и вот этот окружающий тебе свет станет твоим внутренним светом, тогда тебе откроется что-то другое. Ну, как бы, из песни, как бы, за горизонтом будет новый горизонт. Это про то, что каждая ситуация это разговор Бога со мной? Я думаю, это тоже так, да. Каждое твое состояние, не только ситуация, точнее, какой-то внешний, это каждая секунда просто. Поскольку мы помним, что мы дети его отца живого, это в нас постоянно звучит, это не факультативно, это постоянно. И он с нами в непрерывном общении. Поэтому, как только мы открываем что-то, это, например, ну, как вот, математик, это ведь не человек, который знает математику, это человек, который изучает математику. А тот, который знает, тот, который в школе преподавает, вот математичка в школе, она знает математику. А математик тот, кто ее изучает. И тогда за, когда ты делаешь новые открытия из того, что видимо, когда ты осознаешь видимое, тебе открывается еще одно. То есть, сделав одну работу, ты получаешь другое задание. Это какой-то бесконечный путь. И нет ничего тайного, что не будет явным, значит, что наверху нету никаких тайн, вот в, скажем, в системе образования Алекса или Вани, которые не, а это мы тебе никогда не скажем. Нет, то есть, до всего можно научиться. А слово познай здесь имеет какой-то глубокий смысл? Это имеет смысл тоже. Познай именно соединить с этим, то есть, впитай это в себя. Сделай это частью себя. Есть ли здесь такая мысль, что изучая вот те уроки, которые мне сегодня и сейчас даются, я смогу реализоваться в жизни полностью? Да, то есть, не останется ничего нереализованного. Мы к этому подходим потихонечку. То есть, получается, здесь это названо универсальным методом, этот постоянный диалог с Богом, это универсальный метод ко всему в жизни? Да, так можно сказать, да. Ученики его спросили, они сказали ему, хочешь ли ты, чтобы мы постились и как нам молиться, давать милость и воздерживаться в пище? И Ишу ответил, не лгите, и то, что вы ненавидите, не делайте этого, ибо все открыто перед небом. То есть, Ишу говорит фразу «не ломайте себя». То есть, не надо давать милостыню просто потому, что это красиво выглядит, потому что я буду хорошим. Делай то, что ты любишь делать. Делай, твори то, что у тебя естественно творится для Бога, для служения. Вот. И ты не сокроешь, с одной стороны, ты не спрячешь свои намерения, можно понять вторую часть, да, все открыто перед небом, и нет ничего тайного, что не будет явным, и нет ничего сокровенного, что осталось бы нераскрытым. То есть, ты не можешь спрятать свою кавану, собственно, на свое намерение. Если ты делаешь что-то, делаешь это, знаешь, есть история про Никодима бен Гуриона. Никодим, это тот самый Никодим, по преданию, который приходил к Ишуа, и вот, когда после разрушения храма Ханан бен Закай видит его дочку, которая вытаскивает из навоза зернышки, пшеницы, там, напяшки, и он сказал, я же тебе подписывал к тубу, я тебе подписывал брачный договор, и там у тебя было, ну, чуть ли 5000 долларов на каждый отход ко сну, я тебе отписывал, там, в договоре, у тебя, ты из очень богатого дома, как ты докатилась? И она говорит, ну, вот весь дом разрушен. и ученики спросили Раби Юханана, ну, как же так? Ведь Никодим Бен Гурион, он давал дзаку, он просто как бы бедным раздавал деньги, и красный ковер стелил перед собой, потом отдавал эти ковры бедным, это как каждый раз приезжать на Мерседесе на работу и оставлять ключи в нем, чтобы каждый желающий взял. Вот такой благотворительностью занимался, 10 тысяч учеников содержал, все, и Юханана отвечает им, потому что он это для себя делал. То есть, ему нравилось быть таким крутым. И, естественно, в обществе, ну, особенно неофитском, но и в обществе верующих есть желание выглядеть круто. Ну, и Ишуа говорит про воскресенье одежды, да, то есть, так далее, так далее, так далее. И здесь Ишуа говорит, не лгите, то есть, двигайтесь с той скоростью, с которой вы двигаетесь. С одной стороны, все открыто под небом, ничего тайного нет, чтобы не стало явным, ничего сокровенного, чтобы осталось нераскрытым, но, с другой стороны, возвращаясь к предыдущему стиху, это значит, что вы до всего дорастете, до всего дорастете. То есть, если я сейчас приду к учителю физкультуры и скажу, ты хочешь, чтобы я сел на шпагат, он скажет, не дай Бог, то есть, ну, может быть, лет через 15, да, там, может помощь. Речь ведь идет о людях, которые, ну, не просто так, это ученики его спросили. Ученики – это те, кто уже решил учиться, те, кто пошел этим путем, да, и они спрашивают, собственно, а с какой скоростью, с какой скоростью двигаться? Ишуа говорит, во внешних своих делах не включайте форсаж, не делайте то, что вам ненавидима. Ишуа сказал, блажен тот лев, которого съест человек, и лев станет человеком. И проклят тот человек, которого съест лев, и лев станет человеком. Тут человек станет львом, на самом деле. Вот здесь, ну, тут не совсем. Так, то есть, о чем идет речь? Лев, алье, на иврите, это, ну, одно из пониманий Ецар-Ара. Злое начало. Когда Талмут рассуждает об этом, он говорит, кто герой? Тот, кто завоевывает свой Ецар, свой Ецар-Ара. Окупирует его, покоряет его. То есть, его не надо убивать, его не надо разрывать на части, ты разрубить, ты два получишь. Ты должен его покорить, то есть, ты должен его себе подчинить. Следовательно, все, вот те качества, которые тебе даны, которые, часть которых кажутся тебе в соблазн. Может быть, жадность, может быть, амбициозность, может быть, зависть, может быть, еще что-то. Их можно использовать, как бы, обернуть на качество служения себе, обернуть себе на пользу, сделать ее частью человека. Как ты думаешь, это прямая отсылка на того льва, которого ты сказал? Или это аналогия? Который лев ецерара? Да. Я думаю, это прямая отсылка, да. То есть, но ецерара это не животное начало? Нет, но лев это ведь такой агрессор, который живет в человеке. То есть, речь не про то, что подружиться или подчинить животное начало, а именно с намерением, с злым началом, которое между его подчинить себе, сделать его частью себя, то есть, сделать его человека. И тогда лев станет человеком, лев станет частью человека, он будет встроен в тебя. А если лев тебя съест, если ты отдашься на растерзание, пойдешь по следам своего злого начала, весь ему подчинишься, то тоже лев станет человеком, но лев тебя заменит. Ты отдашь ему свое тело. Вышел сеятель, он наполнил свою руку, бросил семена, но иные ушли на дорогу и пролетели птицы, покрывали их. Иные упали на камень и не пустили корня в землю и не послали холоса в небо. Иные упали в тернии, они заглушили семья черствелых. Иные упали на добрую землю и дали добрый плод в небо. В небо, да? Это принесло 60, на одну и 120 мер на одну. Ну, это как бы такая математика, она здесь можно и придавать значение, можно и мистику приходить, можно нет. Здесь Ишуа приводит, Фома, приводит эту притчу Ишуа в рамках общих рекомендаций. То есть, мы обычно, как это понимаем? Вот есть слово Божие, и вот оно так идет, вот один услышан, ну, это естественно есть толкование, его, оно есть. А здесь в более широком смысле в любом деле в любом вкладывании, в любом начинании работает та же самая система. То есть, ты можешь, например, вложить деньги в какое-то мероприятие, вложить силы в какие-то мероприятия, посеять в какие-то мероприятия, деньги, силы, мысли, молитвы, но если не будет доброй земли, то они не дадут плоды. То есть, снова речь, проверяйте, так сказать, почву, исследуйте рынок, куда вы сеете свое семя. Сеятель-то такой, сеятель крыльевуки немножко, в данном случае. Вот. То у дороги сеет, то на камнях. Если вспахать почву, подготовить, то у человека на почве нету ни камней, ни дороги, ни терний, все подготовлено. То есть, притча, она, конечно же, притча и во славе Божьем, но она и в более широком понимании применима здесь.